Добавим в нашу тему о сослагательном наклонении еще частицу С, то есть возвратные глаголы. Итак, мы вспоминаем, что такое краткие местоимения, где они ставятся, и дальше переходим к таблице. Возвратные глаголы – это те глаголы, которые содержат частицу С. Иногда бывает так, что с возвратным глаголом очень удобно сочетать краткое местоимение в дательном падеже или в родительном. Только в дательном или в родительном. В винительном не получится. Например, глагол «явитесь», что означает «позвонить», «дать о себе знать кому-то» – дательный падеж. И представим, что нам нужно сказать что-нибудь такое «я бы тебе позвонил». Мы, как всегда, что-то ставим на первое место. Например, «я». Дальше «бих» – это глагол, можно сказать, глагольная анклитика. Поэтому он всегда идет в приоритете. Дальше идет местоимение «ты». И дальше частица С. То есть иерархия у них такая. Глагол, краткое местоимение С. И, как всегда, помним, что вместо «я» может стоять что-то другое. Например, какое-нибудь наречие, обстоятельства, времени. «Ютше бихтесе я». Вот тогда уже «я» у нас идет вот аж сюда. Потому что оно нам никуда здесь не помещается. «Ютше бихтесе я явио». Ну, тут, конечно, оно лишнее. Но, допустим, если у вас все-таки есть какое-то подлежащее. Или, когда у нас ничего нет, тогда основной глагол выносим на первое место. «Явею бихтесе». В отрицании помним о том, что отрицательная форма «неебих» не является анклитикой. Поэтому ее не надо ставить на второе или на первое место. Мы ее можем ставить в любое место. А вот «ти» и «се», то есть краткое местоимение и частицу «се», мы обязаны поставить на свои места, то есть второе место. И между ними иерархия следующая. Сначала идет местоимение, потом частица «се». «Я тесе небих явио». «Небих» – ударное. Можно ставить в любое место. Можно на первое. «Небих тесе явио». «Небих» – первое место. «Тисе» – пишется после него. «Ютше тесе я небих явио». Дальше. Такой пример, когда у нас что-то другое обстоятельство времени стоит на первом месте. На втором месте «ти» – «се». А потом все слова идут в том порядке, как они идут у вас по смыслу. Подлежащее, сказуемое. «Я небих явио». Потому что мы обо всех вот этих вот анклитиках уже позаботились. И дальше идем в нормальном смысловом порядке слов. И вопрос. «Дали бихтисе я явио». «Дали» или «штаб» – какое-нибудь там вопросительное слово. «Бихтисе я явио». Ставим подлежащее аж вот сюда, после вот этих всех аж пяти частиц. Как это трудно произнести, но нужно стараться. И сейчас мы переводим вот эти предложения в качестве домашнего задания. Оставляйте, что у вас получилось в комментариях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...